США, Канада и Мексика договорились о заключении нового торгового соглашения. Вашингтон и Оттава одобрили условия трехстороннего договора, который заменит нафта, действовавшая почти четверть века соглашения о североамериканской зоне свободной торговли. Президент США Дональд Трамп поздравил соседей с новой сделкой. Именно его победу усмотрели в ней эксперты. Трамп продемонстрировал, что может, что стремится к двусторонним и трехсторонним соглашениям и не намерен руководствоваться исключительно общемировыми стандартами. Это своего рода победа. Он доказал, что способен добиваться пересмотра международных соглашений. Это и победа здравого смысла. Оттава согласилась на пересмотр нафта всего за полчаса до установленного Белым домом дедлайна. Это хороший день для Канады, заявил журналистом Джастин Трудо. По мнению экспертов, слова канадского премьер-министра могут означать, что Вашингтон согласился оставить в новом договоре пункт о разрешении торговых разногласий в специальном арбитражном суде. США также не станут вводить новые пошлины на автомобили, которыми грозил Канаде Трамп в случае отказа от сделки. В свою очередь, Оттава пошла на уступки в секторе молочных продуктов, расширив допуск американских товаров на свой рынок. Канада – крупнейший торговый партнер США. Объем экспорта американских товаров в 2017 году составил 293 миллиарда евро. В свою очередь, канадский экспорт в США превысил 286 миллиардов. В совместном заявлении официальных лиц говорится, что новые соглашения обеспечат более справедливую торговлю и устойчивый экономический рост в регионе.